ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Правила прохождения технического осмотра собираются упростить Напомню, что сейчас техосмотр обязателен для обычных автомобилистов только если они приобрели машину старше 4 лет Получить диагностическую карту надо перед перерегистрацией авто Из процедуры хотят исключить такие моменты, как проверка потеков технических жидкостей наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки Планируется пересмотреть и требования к операторам ТО Скорее всего, в результате стоимость услуги вырастет в полтора-два раза ТРАССА 101 В Госдуме прозвучала инициатива о внедрении в России отдельной категории водительских прав для начинающих автомобилистов Дескать, если новичок будет соблюдать ПДД и не устраивать аварий, со временем он сможет обзавестись полноценным удостоверением Автор предложения, один из депутатов, уверяет, что около 40% ДТП случаются именно по вине неопытных драйверов Заявление это спорное, так как по официальной статистике ГИБДД Основная масса хулиганов на дорогах – это опытные водители в возрасте от 30 лет Парадокс – обзавестись новым автомобилем в России стало гораздо сложнее Рост цен плюс нехватка электронных компонентов А число автосалонов в нашей стране, по данным на начало 2022 года, немного подросло Последние несколько лет, говорится, в исследовании агентства автостата, оно сокращалось Кого за это благодарить? Китайцев Именно им нелегкие пандемийные времена дали шанс резко рвануть вперед Лидером по числу открытых в прошлом году дилерских центров стал бренд EXIT Сейчас он представлен в нашей стране двумя кроссоверами TXL и VX Цены на них начинаются от 2,5 и от 3 с лишним миллионов рублей соответственно Американские специалисты наехали на гибридные автомобили Этот вид транспорта, кстати, российские власти считают одним из перспективных Но все не так радужно, заявили Янки Дело в том, что машины, где ДВС соседствует с электрической силовой установкой, часто горят На 100 тысяч гибридов приходится почти 3,5 тысячи случаев возгорания У автомобилей с традиционным мотором этот показатель находится на уровне полутора тысяч А у электрокаров якобы вообще мизер 25 пожаров Правда, электромобили тушить гораздо сложнее Трасса 101 Автоваз обещает через несколько недель начать поставки дилерам обновленной Весты Автомобиль стал самой продаваемой новой легковушкой в России по итогам 2021 года Его минимальный заводской ценник сейчас, подчеркиваю заводской, 863 тысячи рублей У машины немного изменилась внешность, появилась светодиодная оптика В топовых комплектациях внутри будет цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с вертикальным дисплеем На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok